Приветствую всех на невероятно уютном, интересном, иногда весёлом канале Видеоконтент Эйч, и как же много в этом году выходит фильмов, которые я, как и вы, невероятно жду. Ну и чтобы совсем с ума не сойти от ожидания, я решил узнать и рассказать вам, какие же сюжеты будут в новинках этого года. Вы меня спросите, йоу, Видеоконтент Эйч, как ты это всё выяснил? А я просто спросил у нейросети. Так что, дамы и господа, присаживайтесь поудобнее, сегодня я вам расскажу, какие сюжеты придумала нейросеть для фильмов этого года. Приятного просмотра! После долгих лет мира и спокойствия в долине мира наступает новая угроза. Таинственная хамелеонша по имени Хамелия, обладающая уникальной способностью превращаться в других мастеров кунг-фу, появляется и начинает похищать мастеров по всей стране. Её цель – создать собственную армию, объединив мощь и опыт различных стилей боевых искусств. По, ставший великим драконом в долине мира, ощущает нарастающую угрозу и созывает неистовую пятёрку для обсуждения ситуации. Однако Хамелия с лёгкостью поделывает облик других мастеров, вводя По в заблуждение. На помощь По приходит загадочная лисица Джейн, мастер кунг-фу с таинственным преступным прошлым. Сражаясь с хамелеоншей, её армия По и Джейн выходят на след злодейки, раскрывая её планы и истинные мотивы. По ходу приключений они сталкиваются с предыдущими злодеями, вернувшихся, чтобы исправить свои пути и помочь остановить новую угрозу. И так появляется новая неистовая пятёрка. Через множество испытаний битв По и Джейн учат их, что истинная сила кунг-фу не только в мастерстве боевых искусств, но и в единстве, доверии и принятии различий. В итоге, объединив усилия, герои сразятся с Хамелеей в эпической битве за спасение мастеров и сохранение гармонии в долине мира. Фильм завершается тем, что все мастера вместе празднуют победу и По осознаёт, что их сила заключается в том, чтобы быть вместе как единое целое. Котэм погружён в хаос, вызванный Джокером. Артур Флек, теперь полностью превращённый в Джокера, становится культовой фигурой и звездой подпольного искусства. В это время появляется Харли Квинн, талантливая певица и актриса, воплощённая Леди Гагой. Харли замечает Джокера в толпе во время одного из своих выступлений. Их встреча оказывается судьбоносной, и Харли чувствует нечто непонятное в обаянии Джокера. Она решает вступить в его мир и присоединиться к его безумию. Джокер и Харли начинают творческую коллаборацию, преображая свои выступления в экстравагантные мюзиклы. Они создают атмосферу безумия и восхищения в Готэме, но под этой фасадной гармонией кипит психологическая напряжённость. Со временем безумия Джокера и Харли начинают затрагивать их самих. В музыкальных номерах раскрываются их тёмные фантазии и внутренние демоны. Зрители становятся свидетелями их маниакального трансформирования под влиянием музыки и безумия. Харли начинает осознавать, что под великолепной маской Джокера скрывается тёмная сторона, которую он пытается замаскировать. В то время как Готэм восторгается их искусством, Харли погружается в психологический конфликт между желанием быть частью этого безумия и страхом перед настоящей природой Джокера. В музыкальном номере Джокер и Харли выражают свою внутреннюю борьбу, музыка становится их формой искупления, но в этом процессе они раскрывают друг другу свои самые мрачные секреты, подвергая свою связь суровому испытанию. Затем Харли осознаёт, что впутывается в опасную паутину его психоза. Она начинает понимать, что под пёстрым фасадом Джокера кроется настоящее зло и ей угрожает тёмная участь. Происходит их последний мюзикл, который достигает своего пика в грандиозном представлении, где Джокер и Харли выходят на сцену с завораживающей постановкой, после которого их союз распадается. Харли принимает решение освободиться от связи с Джокером и находит силу выбраться из его тёмного влияния. Она вступает в собственную психологическую реабилитацию, используя своё искусство, чтобы через него выразить свой путь к исцелению. Эдди Брок и Веном продолжают совместно существовать, пытаясь наладить свою необычную связь. В это время появляется новый симбиот, известный как Токсин. Этот симбиот обладает уникальной способностью создавать новых симбиотов и он собирается создать целую армию. Токсин находит подходящего хозяина и начинает бивать людей по всему городу, чтобы становиться сильнее и быстрее создавать новых симбиотов. Веном осознаёт опасность, которую представляет Токсин и решает остановить его, чтобы предотвратить угрозу. Однако, внутренние конфликты Венома и Эдди создают напряжённость в их отношениях, что усложняет борьбу с Токсином и его последователями. Из-за этого они проигрывают. Затем у них происходят споры за различия в своих целях и методах. Это приводит к временному разделению и каждый из них пытается противостоять угрозе Токсина по-своему. Токсин успешно распространяет свою влиятельность, увеличивая армию симбиотов. Это создаёт хаос в мире, где люди начинают поддаваться воздействию Токсина, превращаясь в симбиотические существа. Веном и Эдди осознают, что только объединив свои силы, они смогут противостоять угрозе Токсина. Вместе они формируют союз с другими симбиотами, которые не поддавались влиянию Токсина. Веном, Эдди и их союзники готовятся к конфронтации с Токсином и его армией. Финальная битва разворачивается в Нью-Йорке, которая оказывается полем борьбы между двумя симбиотическими армиями. Динамичные бои, интриги и персональные конфликты вращаются вокруг судьбы мира и судьбы каждого персонажа. Веном и Эдди наконец одерживают победу, однако для предотвращения будущих угроз они должны принять трудное решение, связанное с будущим симбиотов на Земле. Фильм заканчивается сценой, где Веном прощается с Эдди и улетает с другими симбиотами на свою новую планету. На этом все, пишите в комментариях, какие сюжеты от Нью-Йорке вам понравились, а также напишите про какие фильмы вы бы хотели еще услышать. Не забывайте поддерживать канал и переходить по ссылкам в описании. С вами был Видеоконтент Эйдж, скоро увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok